Зачем нам очередная история про игру на выживание, когда уже давно есть голодные игры и королевская битва? Чем игра в кальмара так зацепила зрителей по всему миру, что теперь рискует стать самым популярным сериалом на Netflix? И в конце видео мы поговорим о том, почему все-таки мы получили именно такой конец истории. Игра в кальмара поначалу даже выглядит как-то несерьезно. Игровая площадка с облачками, нарисованными на стенах и огромными горками. Охранники в розовых костюмчиках, да и вообще вся атмосфера детского соревнования настраивает больше на комедийный лад. Но это до тех пор, пока не стартует первое соревнование. Первая серия точно дает понять, что нас ждет нечто брутальное. Ну и конечно, одими кровью и кишками сейчас никого не удивишь. И здесь у сериала есть реально много других достоинств, которые стоит рассмотреть получше. Чтобы понять, как снят этот сериал-феномен. Меня зовут Психопат, и сейчас мы поговорим об этом подробнее. Коротко расскажу, о чем сериал для тех, кто его не смотрел. Сериал рассказывает о нескольких главных героях, живущих где-то снизу социальной лестницы. Кстати, о лестнице. Недавно на канале вышел мой разбор фильма «Лестница Якова». Советую его заценить. Огромные денежные долги, разборки с коллекторами, неудача в личной жизни и прочее. Для таких людей участие в игре с огромным денежным выигрышем – большая удача. Так что их набирается в целых 456 человек. Но только они еще не знают, что проиграть в этой игре означает погибнуть. Начнем с того, что подобные истории про игры на выживание – это, мягко говоря, тема не новая. Несмотря на это, достаточно популярная. Но не в кино, а в манге. В 2007 году режиссер и сценарист сериала «Хван Дон Хёк» завершил работу над своим дебютным фильмом, получившим умеренное признание. Он стал думать о своем следующем проекте, и в это время часто заходил в магазины манги. Со временем он обнаружил, что история о выживании в смертельных играх сейчас достаточно популярна. Поэтому он решил взяться за разработку игры в кальмары в виде полнометражного фильма. И к 2009 году закончил работу над сценарием. Несмотря на то, что уже в 1999 году японская жестокая королевская битва завоевала немалую популярность, и быстро переросла в успешный фильм и 15 томов манги, инвесторы в Южной Корее считали, что в стране пока не готовы к чему-то подобному. Они не были готовы выделить деньги на такой брутальный и необычный проект. Поэтому игру в кальмары пришлось отложить в долгий ящик. А пока Хван Дон Хёк занимался другими проектами, в мировом кинематографе прогремели дико популярные голодные игры, сюжет которых слишком нагло был списан с королевской битвы. А также и в Японии вышла еще одна игра на выживание. Страшная воля богов от японского режиссера-трудоголика Токасимейки. Не удивлюсь, если окажется, что фильмы одноименной манги неслабо повлияли на игру в кальмары. Тут тебе и четкое разделение на игры, они же этапы, которые проходят герои, в течение которых постепенно меняются. Где-то забавный дизайн и полная несерьезность этих игр. А также прям беспощадная жестокость. Также в 2018 году вышел отличный китайский фильм «Планета зверей», где обманутый и задолжавший кучу денег главный герой отправляется на таинственный корабль, где будет играть не на жизнь, а на смерть. Очень похоже на сюжет игры в кальмары, не так ли? Как говорил режиссер сериала, вдохновился на создание игры в кальмары он именно мангой. Не удивлюсь, если в первую очередь мангой Кайдзи, на которой основана планета зверей. Кайдзи как раз и рассказывает о задолжавшем кучу денег азартном игроке, для которого смертельная игра оказывается последним шансом. Ну а заглянем же немного вперед, и сразу скажу, что за появление сериала в том виде, в котором все его полюбили, нужно благодарить Netflix, который продолжает поддерживать амбициозные и необычные проекты и давать творческую свободу авторам. Собственно, по словам самого режиссера сериала, у него как раз не было никаких ограничений. И, надо сказать, он действительно разгулялся, создавая свои гигантские игровые площадки и локации между ними, напоминающие огромные игровые комнаты. Собственно, о них давайте и поговорим. Основной задачей дизайна локации было вызвать у зрителей и персонажей чувство ностальгии. Поэтому, начиная с комнаты отдыха, было решено делать все, чтобы вызвать воспоминания о детстве. Когда нам первый раз показывают место, в котором живут все персонажи между играми, сразу бросаются в глаза их многоярусные кровати. Это явно сделано для того, чтобы напомнить о детстве тем, кто жил с братьями и сестрами, или тем, кто когда-то бывал в детских лагерях. Переход между локациями похож на какую-то детскую игровую комнату со своей красочностью и ощущением мягкости. Сразу кажется, будто стены сделаны из какого-нибудь мягкого материала. Но в действительности они чертовски твердые. Так же, как и кажущиеся детскими, игры на самом деле смертельны и, главное, беспощадны. Контраст. Это то, чем цепляет сериал зрителя. Игрокам предстоит пройти через шесть игр, каждый из которых является детской, и в каждую из которых все участники когда-то играли. Поэтому дизайн игровых площадок был выполнен в соответствующем стиле. Это буквально игровые площадки, но только для больших детей. Впрочем, так бывает не всегда. В одной из игр это нечто очень похожее на строительную площадку, думаю, потому что многие дети также и в таких местах любили зависать. Я, по крайней мере, в детстве по стройкам лазил. Так же для другой игры был выстроен реалистичный и до мельчайших деталей проработанный корейский квартал 70-80-х годов, который также дает персонажам на ностальгию. Чему, кстати, способствует мягкое и теплое освещение. Один из персонажей, больной дедушка, даже начинает думать, что где-то здесь находится его дом. Игры же, происходящие в этих локациях, сразу контрастируют с их дизайном. Вспомни хотя бы огромную куклу, поющую детскую песенку, но у которой при этом поворачивается не все тело, а одна голова. Что довольно крипово, учитывая еще и суть игры. Если продолжить говорить о музыке, то тут у нас не только детские песенки звучат, но и очень много классической музыки, что также неплохо контрастирует с происходящим. В каждом раунде умирает куча народа и ставлю на то, что кто-то из них думал, что проигрыш сойдет ему с рук, потому что они все-таки находятся на детской площадке и где-то нутром чуют, что смогут отделаться щелбаном по лбу. Собственно, очень много раз после проигрыша люди умаляют надзирателей о пощаде, но безуспешно, потому что это не детские игры, это взрослая жизнь. На этом и строится вообще весь концепт соревнования. Все попавшие сюда люди проигрывают свои жизни на ставках или пытаются срезать углы, нарушая закон, а после чего не хотят встречать последствия, а влезают в еще большие долги или воруют деньги у собственных родственников. Соответственно, эти большие дети постепенно учатся ответственности. Организаторы игры уверяют их в том, что в данной игре они все равны, и у всех равные шансы победить. Они прожили бесчестные жизни, но теперь, рискнув всем, что у них есть, заслужили шанс начать все заново здесь, в среде с равными условиями. Но так ли это? Когда дело доходит до командных игр, неоднократно внимание акцентируется на том, что одни игроки считают других слабыми и не хотят с ними играть. Никто не хочет играть со стариком, с женщиной. Один персонаж говорит другому, чтобы тот спрятал свою травмированную руку. Иначе тот, кто это увидит, посчитает его слабым и не захочет быть с ним в одной команде. К тому же, в сериале проиллюстрирована и проблема неравенства по национальному признаку. Одну из героинь пару раз оскорбляют как раз таки потому, что она беженка из Северной Кореи. И здесь надо обратить внимание на то, кем являются организаторы. Если без особых спойлеров, то это люди при деньгах, которые явно от шоу получают удовольствие. Здесь у нас, конечно, еще и классовое неравенство. Поэтому очевидно, что все разговоры о том, что все игроки равны, чистая ложь. Потому что если дело доходит до соревнования с применением физической силы, то побеждает тот, у кого ее больше. Хотя в этом сериале это не всегда работает именно так. Сюжетные повороты порой реально очень интересны. Как, например, заведомо слабое звено, старик, когда все очевидно обречены, исходя из своего жизненного опыта, предлагает отличную тактику, которая в итоге спасет жизни других персонажей. И вообще, каждая игра это американские горки настроений, на которых ты вообще не угадаешь, что дальше произойдет. Да, все вышеперечисленное стало залогом отличного удержания аудитории и, соответственно, популярности сериала. Также важным фактором было и то, как были созданы персонажи. Они были прописаны очень понятными и живыми. Важную роль сыграла и потрясающая рекламная кампания. А если вы хотите, чтобы мой канал был также популярен, то, пожалуйста, поставьте этому ролику лайк и подпишитесь. Спасибо. Актеры и персонажи. В сериале есть несколько главных основных персонажей, истории которых постепенно очень хорошо раскрываются. А мотивации в целом просты и понятны. Неудачливый отец и безработный игроман, живущий на деньги своей матери. Замкнутый умный финансист, обманывающий своих клиентов. Воровка и преступница, пытающаяся вывести свою мать из Северной Кореи, а брата забрать из детдома. Старик с опухолью мозга. Пакистанец, приехавший на заработки, но оказавшийся в очень сложной ситуации. А также жестокий бандит и взбалмошная орущая проныра. Отношения между этими персонажами, ну очень долго будут развиваться. Однако это того стоит, потому что смотреть за этим совершенно не скучно. Потому что кроме этого у нас есть побочная линия с полицейским, и еще одна линия с хирургом, а также сами игры. Все это вкупе создает отличную динамику и не дает заскучать. Также стоит отметить и актерскую игру. Тут реально все главные актеры на высоте. А когда дело доходит до выжимания из зрителей слез, то создатели сериала точно знают, куда давить. Особенно в истории отношений главного героя и старика. Теперь давайте поговорим о том, почему в конце сериала нам рассказали то, что рассказали. И да, здесь очевидно будут спойлеры. Поэтому если сериал вы не смотрели, то аккуратнее. В последней серии мы узнаем, что одним из организаторов игры был тот самый старик. Игрок под номером один. Однако вместо какого-то сложного философского объяснения своей мотивации, он говорит, что однажды ему с его безумно богатыми друзьями просто стало скучно. А он, всегда любивший игры, перестал получать от них удовольствие. И вообще перестал чувствовать радость. Любил играть он больше всего в детстве, поэтому и игры у нас детские. Собственно, звучит так, будто это и есть вся его мотивация. Но все же здесь есть некоторая глубина. Он говорит о том, что чрезмерно богатому живется так же тяжело, как и крайне бедному, потому что им обоим не мила жизнь. Бедному по понятным причинам, а богатый испробовал все, что можно. И сколько бы он ни тратил, он уже не насыщается. Здесь и прослеживается замысел, в который он верит. Избавить маленькую группу людей от социальной дискриминации, приравнять богатых и бедных. Для этой цели, и чтобы развлечься, он сам и идет участвовать в игре. Собственно, в одной из серий звучит объявление, которое я уже упоминал. Там говорится как раз о том, что люди здесь равны, и здесь не будет насаждаемого обществом неравенства. Не все персонажи оказались в этом положении из-за своей алчности или никчемности. Кто-то был обманут, и из-за этого оказался на социальном дне, выбраться из которого законными методами уже невозможно. Для них игра действительно становится шансом. Здесь реально никто не назовет другого бедняком, неудачником. И обвинить кого-то в том, что ты оказался здесь, нельзя. Потому что все пришли играть по собственной воле. Причем многие сами вернулись даже после того, как им дали возможность спастись. В это действительно верит старик, и по такому критерию реально считает, что все тут равны. Но он, к сожалению, не прав. Вот таким получился южнокорейский сериал «Феномен», покоривший Netflix, покоривший TikTok, покоривший вообще миллион людей. Подписывайтесь на канал, на группу ВК, на мой прекрасный Инстаграм, а также комментируйте, ставьте лайки. И давайте будем очень особенными вместе. Субтитры создавал DimaTorzok